Программирование — это и логика, да, то есть ребенка логика развивается, у него лучшие результаты в школе по математике появляются. Нет рынка, там все государственное, никто там бизнеса тут не построишь. Я очень горжусь, что куча российских предпринимателей сейчас пошли в мир. В Мексике есть шутки о том, что будешь слишком умничать, русским отдадим. Друзья, всем привет! Вы смотрите «Силиконовые дали». Это Владимир Смеркес. Говорим сегодня про тех, не только для детей, но и для взрослых. С некоторых пор у меня в гостях Андрей Лобанов, CEO и основатель компании школы по программированию «Алгоритмик». Андрей, привет! Привет! Детское образование тех, казалось бы, до некоторых пор было не очень свойственно рынку и мало проектов в детском образовании. Как ты считаешь, готов ли ребенок и его родитель, который платит за это деньги, к такого рода проектам? Почему детское образование так важно? Ты знаешь, на самом деле, действительно, когда мы стартовали «Алгоритмику» 5 лет назад, я ходил, разговаривал на рынке, что вот хочу детский проект. И мне все говорили, Андрей, ты что? Нет рынка, там все государственное, никто там бизнеса тут не построишь. Но мне очень верилось. И верилось, на самом деле, по той простой причине, что кажется, что мир сейчас настолько быстро меняется, что в этом смысле мы должны ребенку уже там чуть ли не с детского сада готовить к этому быстро изменяющемуся миру. А государственная система сильно отстает со скоростью изменений. И поэтому есть вот эта комната, там, комната возможностей. Мне кажется, комнатища огромная. Огромная комнатища, да. То есть ты учишь, с одной стороны, профессию 21 века и профориентируешь детей, показать им вообще, что можно делать, да, потому что для детей это часто проблема. С другой стороны, ты, если ребенка заинтересовал, даешь ему основы профессии, он, может быть, даже и без университета уже сможет работать или легче поступить в университет на эту конкретную специальность. А еще ты учишь его так называемым навыкам 21 века, потому что мы с детьми разрабатываем компьютерные игры, и придумать свою компьютерную игру, это креативное мышление. Программирование, это и логика, да, то есть ребенка логика развивается, у него лучшие результаты в школе по математике появляются. А еще это командная работа, потому что мы в командах все это делаем. И это в сумме позволяет, в общем, ребенка действительно готовить к тому, чтобы там завтра он уверенно шагнул во взрослую жизнь. А про детей, когда мы говорим, это какой возраст? Мы занимаемся с детьми с 6 до 17 лет, то есть в любом возрасте. Но когда это совсем мелкие дети, то это больше про развитие логического мышления через какие-то простые игровые механики. Когда это ребенок 15 лет, то это уже хардкорные реальные языки программирования, питон, джаваскрипт. Знаешь, сейчас большой такой философский вопрос, не то что дилемма, а большое такое сомнение у всех висит, особенно у нас, у взрослых, которые выросли чуть раньше, но у нас, наверное, еще окей, а у наших родителей точно, у бабушек, у дедушек. Про все вот эти метавселенные, про огромные морковки в виде роблоксов, майнкрафтов и всего остального, о том, что дети огромное количество времени проводят там и что еще и развивать и множить эту штуку при помощи, например, вас, ну, как бы не очень хорошо с точки зрения кармы. Что ты на это отвечаешь? Мне кажется, очень правильный вопрос. Я к этому отношусь сам и, мне кажется, призываю всех относиться очень философски. То, что ты не можешь изменить, возглавь. Ребенок будет использовать компьютер, потому что для современных детей это просто огромная часть их жизни, да, они тебя чувствуют, как рыба в воде. Либо он будет все время зависать в YouTube или играть в роблоксе, в Майнкрафте, а если ты ему покажешь, что он с помощью этого может делать свою собственную игру или в Майнкрафте еще учиться каким-то алгоритмическим вещам, там, математике или там той же самой истории, потому что это можно связывать, то он это же время может потратить еще и с пользой, а не просто как бы залипая за экраном. Изменить, там, убрать компьютер мы не сможем, поэтому давайте научим ребенка его использовать с пользой. А как ты считаешь относительно вот этих ограничений по времени, которые родители очень часто ставят, полчаса в день, кто-то три часа в день, стоит ли это делать, как ты со своими текущими или будущими детьми хотел бы поступить? Где здесь вот тот самый баланс? Все-таки свежий воздух и спортивные навыки, наверное, тоже важны. Вот ты сказал важное слово «баланс». Мне кажется, что надо просто посмотреть, как выглядит расписание у ребенка, и там должно быть все. Там должен быть компьютер, там должно быть общение с родителями, в котором они общаются. Там должно быть общение... Часто не хватает, которых часто затыкают как раз-таки теми самыми iPad'ами и другими гаджетами. Там должна быть прогулка или там свежий воздух, спорт. И если, смотря на расписание ребенка, там в неделю, куда время уходит, ты видишь, что что-то преобладает, там надо это немножко уменьшить и добавить всего остального. Я думаю, что там три часа уже достаточно многовато в день, а полчаса маловато. Дальше уже по тому... Нечто арифметическое среднее. Нет, нечто среднее. Друзья, для тех, кто меня знает или знает не настолько хорошо, хочу напомнить, что я являюсь активным участником блокчейн-сообщества 2015 года. Лонгриды, образовательные посты, а также новости рынка я публикую в своем телеграм-канале Криптосмерки. Ссылка на канал находится в описании к этому ролику. Заходите, там много полезной информации каждый день. Вообще сейчас сильно меняется структура и работы, и обучение, и всего остального. Говорят, что нормально за год или за два года, например, поменять несколько профессий, обучиться новым вещам и так далее. Какие и навыки, и предметы наиболее важны, на твой взгляд, на сегодняшний день, особенно если мы говорим про молодежь и суперраннюю молодежь, про детей? Смотри, действительно, сейчас мы не очень хорошо понимаем, что будет завтра. И с этим тоже надо смириться, потому что 15 лет назад была такая профессия, оператор такси, и достаточно много людей было. Сейчас ее нет, потому что все заменили приложение Яндекс.Такси, Убер, Титимобил и так далее. И с большим количеством профессий будет происходить точно так же. Поэтому людям надо просто привыкнуть, что за свою жизнь они поменяют какое-то количество раз работу, потому что ты делаешь ставку сегодня сюда, а вдруг она не выстрелит. И в мире есть большая концепция о том, что нужно готовить детей не к конкретной профессии и давать не конкретные знания, а давать набор навыков как раз, которые более-менее универсальны, в зависимости от того, какую профессию ты не выберешь. Ну что, это командная работа? Абсолютно точно. Это набор, их там есть несколько списков международных, но что там точно всегда присутствует? Это креативное мышление, это умение работать в команде, это умение работать над проектами. Что это значит? Это значит брать на себя большую задачу, больше, чем один урок. Потому что в школе обычно что? Мы с урока вышли, забыли, да? Вот здесь важно, чтобы это было какое-то... Уметь декомпозировать эту большую задачу на кусочки и достигать результата. То есть там проделывать много шагов, в том числе ошибаясь, на самом деле. Следующий момент, это, конечно, про логическое мышление, что тоже очень важно. И дальше там социальные навыки, там гражданская позиция, поэтому тоже нужно учить, понимать, что ты влияешь на общество, что ты можешь отстаивать свои интересы. Этому тоже надо ребенку учить через различные механики. И дальше через что учить, возникает вопрос. И ответ на самом деле через что угодно. Потому что, по сути, мы ребенка критически мыслить можем научить на уроках литература. Можем через Достоевского, а можем через Гарри Поттера. Потому что это и то, и то позволяет ребенку, если задавать правильные вопросы, то ребенок и там, и там продвинется. А также можно этому учить и на уроках программирования. Поэтому в этом смысле надо мониторить за тем, что интересно ребенку, и давать ему вот эти навыки через те предметы или те области, в которых у ребенка есть интерес и способности. А что, на твой взгляд, мне кажется, еще один очень важный навык для того, чтобы это происходило, это навык как раз-таки учиться. И, наверное, кажется, что, конечно, геймификация это самый простой способ детей приучить к этому. Так ли это или что-то еще есть какие-то инструменты? Ты знаешь, я как раз... Геймификация точно очень крутая штука, ее нужно использовать. Призы, подарки, уровни. Да, да, да. Но есть проблема. Работник месяца. Это все действительно работает. Но мотивация разделена на внешнюю и внутреннюю. И внешняя мотивация это вот наша морковка. Вот там кто-то что-то посулил, и мы побежали. Но если ты не прокачиваешь у ребенка внутреннюю мотивацию, это осознание того, а зачем я это делаю сам? И что мне это интересно по тем или иным причинам. Как только внешняя мотивация пропадает, ребенок перестает заниматься. А мы... Ну, в какой-то момент ребенок закончит школу, и его геймификация от родителей и от учителя, она исчезнет. Но он должен дальше искать свою внутреннюю мотивацию, продолжать что-то делать, потому что он осознанно принял решение куда-то двигаться, куда-то развиваться. И вот эту вот внутреннюю мотивацию очень важно развивать с раннего возраста. Почему в этом плане как раз там программирование хорошо? Потому что ребенок хочет сам создать свою собственную игру. Ему нравится эта идея. Не потому что ему пообещали там сникерс, или не потому что он набрал, прокачал балочки. Но игра это очень круто. Вот, игра это круто. И в этом смысле это как раз то, что он, понимая внутри, эту штуку делает. Я люблю очень историю, я сам тоже преподаю временами. И вот ты работаешь с пятиклассниками, и ребенок делает игру. Ему очень хочется, чтобы там были очки-баллы, потому что вот... Так устроена игра. Да, так устроена игра. И он сам к тебе приходит и спрашивает, а как мне добавить в игру очки? Это как раз и есть внутренняя мотивация. И ты ему рассказываешь концепцию переменной в пятом классе. И он ее понимает, потому что ему она нужна. Это не какая-то теоретическая штука. Ему она нужна сегодня, чтобы сделать крутую игру. Андрей, на твоем месте как раз таки в 20-м году, когда пандемия вступила во все свои права, были и Александр Ларьевновский из Skyeng, и Дима Крутов из Skillbox, и Максим Спиридонов, тогда еще из проекта Нетология и другие, в общем, интересные спикеры из Эдтеха. И они очень позитивно себя чувствовали. Так вот, они очень неплохо себя чувствовали в то самое время, когда пандемия началась, и все очень дико росло. Как на вас это повлияло? Чему нас научила пандемия? Понятно, что это самый популярный вопрос последних двух лет, но тем не менее. На нас это повлияло очень сильно, потому что мы до ковида были почти полностью оффлайновым бизнесом. У нас там 5% детей занималось в онлайне, а 95% детей занималось в оффлайне. Ну, потому что для ребенка вот оффлайн-среда, она там имеет свои преимущества большие. Но команда заметила очень рано, что будет проблема. Вот, и мы начали пилить уже свою, собственно, онлайн... Ну, у нас есть IT-софт, но он заточен был под оффлайн. Повернула, в общем, пандемия вас в нужную сторону, да? Повернула, очень сильно повернула. Сейчас, ну, вообще, у нас неплохо международный бизнес идет. Мы там в 59 странах уже присутствуем. Ничего себе. И в целом мы быстро запилили видеоплатформу, где вот уроки можно а-ля Zoom и Hangout. И перестроили методологию. Сейчас 50% детей у нас по миру занимаются в онлайне, а 50% приходят на площадки. Все зависит, где-то карантин, где-то его нет. Ты допускаешь момент, что вы целиком перейдете в онлайн, или, по крайней мере, доля онлайна существенно превысит оффлайн? Смотри, я думаю так, что для детей мелких, то есть, да простят меня эту формулировку, там, 6-7-8 лет желательно заниматься в оффлайне. Потому что многие вещи просто навыково формируются лучше там. Чем старше ребенок, тем, в общем-то, нормально воспринимается онлайн. Поэтому я думаю, что для детей в 15-17 лет онлайна будет больше. Мы сейчас запустили еще курсы для взрослых. Там учим, прям за 3 месяца готовим из человека, который ничего не знает о программировании программиста. И там онлайн работает очень эффективно. Проблема онлайна, одной из больших проблем онлайна называют отсутствие социализации. То есть, вроде бы, с друзьями потом пойти выпить чашку кофе, пообщаться, влюбиться, значит, сделать какие-то новые совместные проекты. Есть ли эта проблема? Или все окей с обучением онлайну, в онлайне, в Стэнфорде, Гарварде, Московском государственном университете, везде-везде-везде, ассоциализацию получать как-то иначе? Эта проблема есть. Поэтому этой части нужно уделять больше внимания. И, конечно, сейчас там весь образовательный рынок не только ищет новые способы, как в онлайне социализировать. Это возможно, просто это сложнее. И ты ищешь механики. Там алгоритмика сейчас уже достаточно сильно, ну, команда распределенная. У нас там сотрудники в других странах, в других городах. И мы ищем механики, через которые людей в командах делать ближе, потому что им тоже нужно ощущать, что они... Не одни. Не одни, да, а цели едины общие. То же самое с учениками. Поэтому ты просто чаще их объединяешь в микрогруппы, в которых они могут пообщаться друг с другом. Потом больше делаешь, еще больше проектной работы, чтобы они могли вот работать, даже если они не имеют возможности обнять друг друга и, так сказать, попить кофе. В общем, социализация онлайновая будет становиться все качественнее и качественнее со временем. Хочется поговорить про международные рынки. Тоже за 6 лет программы, которая существует, было много разных разговоров про это. И со многими спикерами мы приходили к мнению о том, что локальные рынки требуют особого подхода. То есть нельзя просто перевести интерфейс и нельзя просто записать даже локального какого-нибудь преподавателя, чтобы быть ближе. И что все это сложно. Ты некоторое время назад сказал, что у вас уже 59 стран работают. Как это получается? С какими сложностями ты сталкиваешься как CEO и как их преодолеваешь? Это действительно проблема. Но нам, наверное, в алгоритмике повезло. Потому что есть предметы, которые очень сложно из страны образовательные трансформировать, потому что они сильно завязаны на конкретную страну. Ну, понятно, национальный язык. То есть вот как мы русскому языку будем учить как бы в других местах. Ну, сложновато. Ну да, например, я помню пример, когда в России появилась вода, которая называлась голубая вода. А по-английски это была blue water. Да, да, да. То есть таких проблем очень много. С математикой тоже есть свои проблемы, потому что математики учат по-разному в разных странах. Например, на школьном в этом классе, там, в США проходит одно, в России проходит другое. Но конкретно с программированием это новый предмет. И поэтому это универсальный язык, там, в каком-то смысле, это новый английский, в котором весь мир говорит одинаково. И с точки зрения того, чему мы учим, оно универсально. Этот язык, вот он существует сейчас. И это хорошо. Это про продукцию. Про продукцию, да. Но есть социальный аспект. И смешно, что, например, Азия вся и Россия, на самом деле, больше в этом смысле... Ну, Россия где-то посередине, золотая середина. Вот. В Азии больше заточено на то, чтобы именно научить предмету такому, как бы заставить ребенка, неважно, интересному, неинтересно. Вот сиди и ботай. К тебе эти знания есть, да? Сиди и ботай. Вот. Так, Китай, Индия, вот они там... То есть заучивание все вот эти, да? Заучивание. Зубрежка прямо вот туда. В США, например, самое важное, это мотивация ребенка. В целом, мне не очень важно, чтобы он научился чему-то такому. Но вот главное, чтобы было фан, чтобы было ему интересно. Но мы делаем программу такой, чтобы... Такой, так у нас есть учитель внутри процесса, чтобы учитель мог поворачивать градус. То есть в Азии они больше концентрированы на том, чтобы прорешать больше задач. А там в Европе, тем более в США, они больше концентрированы на том, чтобы создать фан. То есть у нас есть своя геймификация внутри платформы, чтобы детям было интересно, весело. Это как раз вот про скилл проектной работы и всего остального. Конечно, да. И таким образом мы балансируем между этим. Потому что у нас всегда есть локальные преподаватели, которые используют наш софт, используют наши методические наработки. И курс разработан так, что ты можешь как бы немножко больше свернуть геймификацию, либо немножко больше свернуть в хардкор программирование. Вот такая адаптивная сторона. Но на этом же на продукте не все заканчивается. Понятно, что ключи самое важное. Но, тем не менее, маркетинг, продажи, legal, я не знаю, еще какие-то вещи. Очень правильный вопрос задаешь. Здесь наша модель франшизы, потому что мы масштабируемся по миру за счет франшизной модели, позволяет как раз с ними хорошо работать. Потому что мы всегда находим локального партнера на конкретную страну. А что это? Это уже существующий какой-то бизнес? Иногда это существующий бизнес. У нас иногда это человек с какой-то менеджерской позиции, чаще всего в IT-компаниях, который решил... Ну, образовательный бизнес — это классно, потому что это еще кармически правильно. И он решил сделать свою компанию и начать работать на себя. И в этом смысле мы даем ему качественный образовательный контент, даем софт, который позволяет автоматизировать все процессы. Хорошо. А вот как все-таки всегда... Это тоже очень часто здесь звучало, что реально локальный проводник нужен. Каким способом найти себе для любого бизнеса? Будь то логистика, образование, продажа, я не знаю, мобильных телефонов, локального этого человека? Прямо буквально за 10 секунд, скажи. Да. Смотри, мне кажется, что во франшизе это просто. Должен человек, который имеет бизнес-маркетинговый опыт в конкретной стране. Для нас важно, чтобы он был еще ценностно для нас близок. Но это конкретно модель франшизы. Линкдин, сайты, агрегаторы, франшизы и фейсбук-реклама. Андрей, ты ранее сказал о том, что у вас уже 59 стран. И хотелось бы узнать, как проект вообще, в принципе, неважно, это тех или нет тех, выходить на международный рынок. Потому что здесь, кажется, и продукт должен быть другой, и язык должен быть другой, и маркетинг, и продажи, и легал, и все остальное. Смотри, мне кажется, что здесь есть две составляющие. Продуктовая составляющая и маркетинг-сейл в стране. Конкретно по продукту можно сказать, что у вас должно быть преимущество, которое будет работать более... Ну, есть продукты, которые локализируются, есть продукты, которые не локализируются. Там образование, программирование легко локализируются, потому что это такая универсальная язык, который одинаково работает что в Вьетнаме, что в Соединенных Штатах Америки. Такой новый английский. Потому что там та же математика, да? Да, да, так же математика. А математика, например, сложнее, потому что там ей по-разному учат, и в разных классах разные системы. Даже, например, объяснение дробей в разных странах по-разному устроено, ее нельзя так просто. А есть предмет, который очень сложно трансферится из одной страны в другую. И в этом смысле вам, если вы делаете продукт, который может быть универсальным, вам повезло, вам будет проще выходить. И так как алгоритмик так работает, вот нам так повезло. С маркетингом сейл совершенно по-другому. И здесь вам надо... В каждой стране оно действительно по-разному работает. И я бы советовал всегда искать местных людей, которые знают хорошо рынок, и выходить через них. Если вы хотите построить... Вы видите какой-то рынок, который для вас суперприоритетный, вы либо сами должны поехать туда его развивать, либо у вас должен появиться человек в топ-менеджмент-команде, который фокусирован только на международке, и знает этот конкретный рынок. Там мы нанимаем... Ну, в алгоритмике мы стараемся нанимать людей. Там в Индии индусов, которые развивают рынок. Там в Вьетнаме у нас на самом деле человек из России, но он 7 лет уже живет там, поэтому он знает хорошо специфику. То есть для маркетинга сейлз ищите локальную команду. Вот с поиском локальной команды тоже, мне кажется, сложно. Такой международный хайринг тоже нетривиальная задача. Как с ней справляться? Международных HR-партнеров искать, которые знают локальную специфику, самостоятельно отсматривать, чувствовать химию, совместные сессии медитативные делать? Я думаю, что здесь есть несколько каналов, которые хорошо работают. Понятно LinkedIn, понятно рекрутинговые агентства местные. На самом деле, ребята из России живут сейчас везде. Поэтому просто найдите локальное комьюнити ребят, которые как бы с вами когда-то говорили на одном языке, и они помогут вам много крутых экспертов найти на местах. Конкретно я еще активно использовал Network McKinsey. Я в консалтинге работал 5 лет. Это тоже очень круто помогло. И у нас еще хорошо работает Facebook реклама, когда мы ищем франчизе партнеров. Тоже оттуда находим классных ребят. Друзья, если вы разбираетесь в блокчейн-рынке, интересуетесь разработкой, наверняка вам знакомо слово «хакатон». Могу с уверенностью сказать, что лучшие хакатоны в стране проходят у нас на Definition. OneInch, Zerion, Rarible, Mercurio, BitScale Capital, BR Capital, Chatex. Это только часть партнеров, которые предоставляют призовые фонды для участников нашего хакатона. Лучшая концентрация самых известных команд и разработчиков, которые только выстрелят в ближайшее время, у нас в Telegram-канале. Подписывайтесь по ссылке в описании к этому ролику. Там очень интересно. Чтобы не пропустить митапы, регистрации на сам хакатон, встречи онлайн и офлайн, обязательно подпишитесь на наш канал Definition Media. Ссылка на него есть в описании к этому ролику. Есть проблема, ну и кажется, по крайней мере, что она есть по тому отношению к русскому бизнесу, который при выходе его на зарубежный рынок. Но, в частности, могу привести пример. Вот совсем недавно встречался с своим давним другом. Раньше он занимался, так сказать, производством вечеринок, мероприятий. И некоторый, может, большое количество лет назад ушел и делает шубы. И когда он решил в Куршевеле продавать, поставить рядом с известными брендами свой магазин, они открыли компанию во Франции, ему в банке было очень сложно открыть счет и связывать это с тем, что это все-таки компания с русскими корнями. 59 стран, большой опыт. Как ты считаешь, с этим можно жить? И всегда ли русские корни нужно как-то скрывать? И как с этим взаимодействовать? Ты знаешь, первое, что хочется сказать, я очень горжусь, что куча российских предпринимателей сейчас пошли в мир. И у них получается. И, в общем, это вообще круто. Попробовать мыслить глобально. Я призываю всех попробовать, хотя бы если вы там делаете какой-то бизнес. Потому что и в России есть что экспортировать, и у нас очень крутые предприниматели, они могут конкурировать с другими игроками на международном рынке. Это, наверное, первое, что просто хочется сказать. По поводу сложностей, вот мы замечаем, что, например, в Азии или в Латинской Америке к России суперклассно относятся. Там в Мексике есть шутки о том, что будешь слишком умничать, русским отдадим. Поэтому российское образование, в общем, можно там совершенно спокойно продвигать. В Индии наши партнеры с гордостью пишут алгоритмика Powered by Russia, то есть сделано в России. Бренд России добавляет ценность. Да, там область, в которой действительно это хорошо работает. И, в общем, большинство стран мира к России относятся хорошо. На Западе есть сложности, но их тоже можно преодолевать, потому что всегда есть сумасшедшие люди, которые там слишком много присмотрели политических программ. Но у нас очень классно работают партнеры и в Чехии, и в Великобритании, и в Греции, и в Германии, и так далее, и в США, на самом деле. Ну что, скрывают? Ставят адвайзеров международных набор? Ты знаешь, где-то, где-то, ну, в США, как бы мы не пишем, что мы из России. В Европе пишем, и нормально работает. Могут быть проблемы с восстановлением счетов, но это просто дольше по времени. И, ну, это решаемо. Поэтому сложности где-то будут, но, так сказать, чтобы это было так, что не получится, получится. Надо просто попробовать. Слушай, ну, а с брендом, с локализацией бренда? То изначально, когда вы стартовали, вы понимали, что есть интерес к тому, чтобы двигаться на Запад, поэтому уже сразу международный бренд формировали название и все остальное? Нет, мне кажется, мы пришли к этому в процессе. Просто алгоритмик превратился в алгоритмикс, вот, и классно заходит. Хорошо, а в целом про AdTech бизнес и про экспорт AdTech бизнеса на Запад, насколько это продукт такой трансферабельный, что ли? Потому что, ну, все-таки образование — это куча контента, которое нужно не просто перевести, а локализовать то, о чем мы чуть раньше поговорили. Наверное, не самый удобный для экспорта. Не самый удобный. Я думаю, что стулья, например, наверное, проще в этом плане, потому что там маркетинг, наверное, нужно заново отстраивать. Но можно. И в России крутые методические школы, поэтому это и очень хороший маркетинг диджитальный. Поэтому есть шансы. Но действительно локализовывать надо, и это дополнительная такая, ну, не проблемка, а задача, на которую ты тратишь ресурсы, но она решаемая. Про будущее. Рынок онлайн-образования — это теха в России, если я не ошибаюсь, рос примерно на 20% до пандемии, а в пандемийные годы чуть ли не на 40. Я не знаю, ты меня, пожалуйста, поправь. Космическими темпами. Космическими темпами, да. Просто и сервера лежали, в общем, невозможно было что-то делать. Это очень позитивные, конечно, были штуки. Будет ли дальше так рынок расти? И где те самые места, еще не заполненные, куда можно посмотреть предпринимателям, инвесторам, основателям компаний, которые работают в оттехе, для того, чтобы найти точки роста? Рынок будет расти дальше. Наверное, такого буста, как пандемия, не будет. И, скорее всего, будет небольшое такое. Ну, то есть, скорость... Рост будет, но немножко медленный вот в этом году и, возможно, в начале следующего, а потом все продолжит расти. Почему? Потому что пандемия ускорила те тренды, которые есть в мире. То есть, технологизация образования. То есть, раньше там учителя более консервативно настроены были, все были более консервативно, а теперь просто они вынуждены были попробовать. Все такие, о, классно! Я даже не только к онлайн-образованию относиться, это в том числе используют технологии в образовании в оффлайн-пространстве. Там тоже все это дело пришло. Развиваться будет везде. Почему? Потому что вот мы там вначале говорили про то, что все быстро меняется, да? Это то же самое. Знания в каких-то областях, предметные особенно, начинают сильно устаревать, и поэтому их нужно заново перепридумывать. Это первая область, да? То есть, апдейт того, чему ты учишь. И тут прям полное, огромное пространство того, что можно делать. Второе. Появляются все больше диджиталов, все больше компьютеров появляется вокруг нас. Соответственно, технологии уходят в смартфоны, уходят в VR и так далее. И вот это новые технологии, которые будут модернизированы. Сами инструменты можно. Инструменты точно будут суперапгрейдиться, и там много чего еще есть, что можно придумывать. В учебных часах, например, языку, карту, ну, все что угодно. И третья вещь очень крутая. Данные пришли в образование. На самом деле, до этого образование было такое сильно, я верю, что так надо, побежали. Теперь мы знаем на данных... Ощущения, да? Да, ощущения. Теперь мы знаем на данных, что... И это сильно изменит то, как мы подходим к образованию. И четвертая вещь. Я очень верю, что качество будет расти, потому что сейчас все заполонило, как бы, тех продуктами, но потребителям очень сложно определять, вот это хорошо, вот это плохо. И я очень верю, что мы придем к инструментам, которые позволяют оценивать. Это крутая образовательная программа, и это нет. И там много зарыто качество. И много погибнет в этом бою. И много, очень много погибнет, да. Андрей, если бы сегодня это был в том моменте, когда ты захотел из найма уйти в свободное предпринимательское плавание, пошел ли бы ты сегодня в тех? Если да, прям вот конкретно, что бы ты начал делать? Ох, сложный вопрос. Я пошел в тех, в том числе, потому что мне нравятся кармически правильные штуки. И в этом смысле, да. Это польза, да. Это польза. Сейчас точно поле сильно более занято, чем было до этого, но я уверен, что если ты делаешь качественный продукт, ты можешь на нем найти свою нишу. Ниша, кажется, что зарыта в таком дополнительном образовании для взрослых, что его еще не сильно, как бы, ну, так сказать, туда не сильно проникли какие-то продукты. И кажется, в дошкольниках еще не так много всего крутого есть, а там прямо, ну, очень большой рынок. Вот я бы вот эти два поля взял под отдельный присмотр в техе. А инвесторы, деньги на рынке существуют? Еще смотрят, куда они бегут? Денег очень много на рынке. Я бы сказал, что сейчас проблем... Все говорят, что много денег, но вот хочется их всем пощупать. Где дают деньги на что? Мне кажется, что если... Как стоит искать себе инвесторов? Надо найти компании, которые привлекали инвестиции похожего масштаба, прийти и спросить, с кем вы общались. Они вас познакомят с 10 людьми. Приходишь к этим 10 людям, рассказываешь, получаешь от них фидбэк, дорабатываешь и говоришь, познакомьте меня еще с 5-ю... Каждой с 5-ю людьми. И вот ты уже знаешь не 10, а 50 плюс 10, да, 60. И таким образом ты просто расширяешь круг, и это воронка. Я когда фандрейзил, ну, поднимал раунд в алгоритмику первой, я проговорил со 100 бизнес-ангелами. Получилось от 10 офферы, взял троих, там с ними побежал дальше. Так вам и советую поступать. В общем, постучимся в двери, обязательно какие-то из них открыться. И говорим, да, да, да. В 10 постучались, две открыли, и дальше там будет лучше. Друзья, ну что, настало время как раз-таки для вас, для тех, кто любит призы и подарки. Наш партнер, проводник по миру высоких технологий, классных гаджетов, компания «Связной» приготовила подарок для наших зрителей на YouTube. Для того, чтобы в нем поучаствовать, нужно поставить лайк этому видео, а также написать ответ на вопрос, который задаст наш сегодняшний гость Андрей. Андрей, что за вопрос будет? Я покажу подарки, и я знаю, что у тебя тоже есть сюрприз. Да, вопрос, на самом деле, мне кажется, интересный, и я надеюсь, что слушатели подумают о нем. Вот мы говорили про образование, и про то, чему вообще нужно в 21 веке учить. Придумайте слоган. Вот мы говорили про навыки... Алгоритмик учит навыкам 21 века, профессиям 21 века. Вот как это выразить в одном коротком предложении, вот чему мы учим? Посмотрите наш сайт, посмотрите нашу беседу сегодня. Мне кажется, там всю информацию вы найдете, попробуйте это в одно предложение, в слоган. Друзья, цензуры нет, поэтому если слоган окажется таким ярким и интересным, обязательно тоже пишите. Прямо здесь под видео обязательно подпишитесь на наш канал, покажу приз, который я подготовил связной. Это двойное беспроводное зарядное устройство, ссылочка на него будет внизу, ну а его получит кто-то из вас, те, кто напишет самый интересный, самый яркий. Мы с Андреем вместе выберем победителя, поэтому давайте дерзайте. Но это еще не все. Андрей, тоже есть некий сюрприз. Мы подумали, что мерч алгоритмический тоже будет, целая сумка мерча, в общем, она пойдет, туда же пойдет вот это прекрасное зарядное устройство. В общем, пишите, мерч вам тоже, мерч вам тоже, так сказать, предоставим этот алгоритм. Друзья, дабл прайс, дабл чанс, приглашайте друзей участвовать, ну и смотрите нас, конечно. Надеюсь, это видео было вам полезно, я в этом не сомневаюсь, для меня уж точно оно было полезным. Мы увидимся с вами на волнах силиконовых дали совсем скоро, через неделю будут новые интересные спикеры, Всем пока и спасибо за просмотр.